Она очень коротенькая. Все дяди на свете и малые дети на нашей планете Все в курсе, что Кэти прекрасна. Прекрасна и в шляпе, и в мягком берете, и даже без шляпы приятно, поверьте. Но думать, что Кэти подарок в пакете, раскидывать сети, ловить ее в клете, напрасно. Прекрасная Кэти владеет мачете И скачет по прерии вольно, как ветер, и рок-н-ролл, что, конечно, в секрете, Танцует, как гибкая лань на рассвете, и вольно, и страстно. Заденет кто Кэти, тот будет в ответе. Не спрячут того ни в церквях, ни в мечети, найдут где угодно, да хоть в туалете. И сделают что-то подобное котлете. О, это ужасно! Она на огромном пиратском корвете уже покорила почти что две трети всего, что бывает на нашей планете. Проверьте, ведь даже на мелком портрете увидите Кэти, и только посмеете сказать, что она не звезда в интернете. Ах, это же ясно! Увидите Кэти, и сразу в санете ее воспеваете. Стихи не в запрете. Нет смысла, конечно, в стихах и в поэте, Но все же давайте, порадуйте Кэти. Вот только до смерти ей не заболейте. Поэзия – это ужасно заразно. Про мачете это он хорошо сказал, так что, если кому-то не понравится, мы вас предупредили. Поехали. Я живу в точке, где небосвод встречает море, на глубине, в невозможнейшей тишине. И если ты тонешь в тоске своей печали, то, значит, идешь прямиком погостить ко мне. Прости уж, что я не налью тебе крепкого чаю, но дам сигарету. Не удивляйся, ну что невозможного там, где сам мир отчаян, и оттого породил эту чертову глубину. Море – оно такое, одни сюрпризы. Так интересно спускаться в его нутро. Если ты хочешь сюда, то не нужно визы. Просто отдайся в волю семи ветров. Позже вернешься к себе, если вспомнит кто-то. Я улыбаюсь, сидя здесь, как в колодце. Рыбы умеют смеяться, когда охота. Рыбам порой только это и остается.